МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По последним данным, в московском регионе уже выпало в феврале за первую, по сути, неделю более четверти месячной нормы осадков. Ну как, много это или мало, дорогие телезрители? В принципе, в феврале 4 недели, получается, нормы выпало, сколько и должно было быть. Но тем не менее, все-таки многие говорят, что снега много. А почему так говорят наши жители региона, жители Твери? Потому что они видят огромные сугробы на улицах городов, на тротуарах. Они видят огромные сосульки, которыми увешаны дома. Причем речь не идет там где-нибудь частный сектор, где-нибудь окраины микрорайона. Нет, вот сегодня мои коллеги на набережной Степана Разина, наша самая главная центральная набережная, такие сосульки засняли, понимаете, дорогие телезрители, будьте внимательны, кто там ходит, к слову говоря, опасно для жизни. Эти сосульки, между прочим, были в декабре, и никто их так, судя по всему, и не удосужился убрать. И об этом всем как раз сегодня и поговорим. То есть, действительно ли так все плохо, что предпринимается для уборки снега, сосулек, и почему так все-таки получается у наших управляющих компаний, не хватает ресурса, воли, желания, все-таки решить проблему как-то окончательно, расчистить дворы, чтобы людям было удобно, а самое главное, безопасно передвигаться по улицам нашего города. Поэтому вы звоните по телефону 3190, у нас прямой эфир, высказывайте ваше мнение, что вы думаете о качестве уборки снега этой зимой, вообще много его или мало, по вашему мнению. А может, правда, вы скажете, а я считаю, снега мало, у меня где-нибудь там в Сибири вообще трехметровый сугроб. Поэтому 3190. А пока хочу представить гостей нашей студии. Это Павел Кондратьев, заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. У нас, как вы видите, человек сидит в форме прокуратуры, да. Это Владимир Горячев, начальник отдела по надзору за исполнение федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Добрый день. Здравствуйте. И человек, который своими руками пытается что-то сделать, руками своих подчиненных в том числе. Это представитель, директор компании Атлантсервис Григорий Смирнов, который как раз и занимается в зимнее время уборкой снега с крыш, с тротуаров и так далее. Григорий, добрый день. Добрый день. Ну что ж, Павел, наверное, к вам первый вопрос. Хотя все могут участвовать в эфире на равных абсолютно. Скажите, какая техника в ком количестве работает на улицах Твери вот этой зимой? Ежедневно на улицы выходит до 20 единиц техники специализированного предприятия МУПЖЕК, с которым заключен муниципальный контракт на содержание города Твери, в том числе и улиц города Твери, в том числе и в зимний период. Состав этой техники – это коммунальные дорожные машины, которые оборудованы и отвалами, и щетками для очистки снега с проезжих частей, и оборудованы специальными пескоразбрасывателями или бочками для распределения специального природного рассола по проезжей части для того, чтобы ликвидировать зимнюю скользкость. В это число также входят и тракторные щетки, так называемые, это трактора МТЗ, трактора-фатончики, они поменьше размером, и один или два, в зависимости от исправности. Чистика – это машины на базе автомобиля УАЗ, которые также занимаются расчисткой и обработкой тротуаров. В это число также входят и самосвалы, которые вывозят снег с улиц города Твери, грейдеры, которые занимаются расчисткой улиц немагистрального значения, в том числе в частном секторе. И также фронтальные погрузчики, которые загружают снег с улиц в самосвалы. Кроме того, в ночное время привлекается для работы субподрядчик, тоже заключен с ним контракт, на вывоз снега. С улиц они работают в ночное время, потому что зачастую некоторые улицы приходится перекрывать для движения или закрывать движение наполовину, чтобы не мешать трафику дневному, работа производится ночью. Скажите, а вот Вы сказали 20 единиц, а мне вот интересно всегда было, а это 20, потому что у них 20 есть, или как-то рассчитывается, что вот в нашем городе, который находится в известной полосе, на известной широте и так далее, вот, долготеет, что тоже важно, зимой выпадает столько-то осадков, и должно быть какие-то расчеты, то есть проводится сколько единиц технику нужно, и должно быть 20, 20 нам хватит. Ежедневно, ну, ежесменно, потому что я говорю про 20 единиц, это не суточный выход, а только 12-часовой, это дневной и такой же выход ночной. То есть единовременно эти 40, ой, 20 не находятся? 20 находятся единовременно, это потом те же, возможно, те же, возможно, немножко другие, частично другие автомашины, спецтехника, которые управляют с другими водителями другую смену. То есть всего, допустим, если брать суточный выход, это будет порядка 40-45 единиц за сутки. Но, чтобы не вводить в заблуждение, я именно называю цифру 20, потому что на текущий момент это именно так, то есть непрерывно, вот, одновременно, единомоментно работает 20 единиц. Ну, можно сказать, что технологии и способы очистки и обработки зависят от погодных условий. Это или обработка одиночными машинами, проезжих частей, противогололедным материалом, или расчистка в колоннах. Работает, на расчистке работает порядка, чуть больше десятка машин, то есть это формируются две колонны, которые расчищают наиболее широкие магистральные улицы в период выпадения осадков, после выпадения осадков. И количество техники ежедневно максимальное, максимально возможное. То есть нет такого, что водители пришли, но их не выпускают на линию по тем или иным причинам. Все, кто пришел на работу в наш сложный период тоже, и болеют водители часто. К сожалению, свыше 50 человек на больничном находится, вот МУКЖИК, по свежей информации вчерашней. Все, кто может, все работают, и техника задействована вся. Круглосуточно задействована ремонтная база. Если какие-то мелкие незначительные неисправности, машина ремонтируется оперативно, создан запас наиболее потребных, наиболее часто заменяемых запчастей для того, чтобы минимизировать простое техники из-за мелких неисправностей. Но я к чему просто спрашивал, а может быть надо не 20 единиц, а 40, может 60, не знаю, 80, к примеру. Я согласен с вами, я вам верю, что выходит на линию все, что есть. Все, кто могут работать, все задят за роль и работают. Я к тому, что все-таки, ну может быть надо в принципе больше вот нашему предприятию этому закупить машин. Пусть они в резерве может быть стоят тоже. Зима, зиме ведь тоже рознь, все мы помним. Два года назад вообще в принципе, вы помните, когда песко-соляно-смесь почти не потратили, потому что зимой снега не было. В том году было больше, в этом еще больше. И может как-то создать какой-то резерв, я не знаю, ну хорошо, договориться с кем-то подряд, чтобы они были в резерве. Ну все что угодно, чтобы когда снега много, как сейчас, чтобы соответственно более интенсивно убирать улицы города. И вот к чему. По вашему расчету, может все-таки надо больше? У нас, к сожалению, так получается, что обслуживание, содержание города происходит, исходя из выделенного финансирования. Мы работаем над, ежегодно работаем над увеличением этого финансирования, потому что мы не можем абсолютно все работы необходимые, ну и вы это видите, и отмечаем мы все это, что мы исходим, исходя из выделенного финансирования. То есть за два года финансирование увеличилось на 25% приблизительно. Но требуется в четыре раза больше для нормативного содержания. Я вот сейчас перебью, нам требуется выпустить рекламу, три минуты. Дорогие телезрители, мы сегодня говорим о уборке снега, о качестве уборки снега. Причем не только в Твери, в муниципалитетах, поэтому звоните через три минуты. Сейчас мы уйдем на рекламу, потом продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, насколько качественно, какими силами убираются улицы, тротуары, площади в наших городах от снега, насколько качественно убираются хорошо крыши тоже от снега и от сосулек. И мне мои коллеги показывают, что у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотел такой вопрос задать. Почему не чистится вдоль домов тротуаря? Они никому не принадлежат. Внутри домов, домовая территория так убирается, тракторами, дворниками. А вдоль домов, параллельно улицам и домам, вот эти участки, там ноги сломаешь. А вы можете привести конкретный пример? На какой улице вы это видели? Может быть, на вашей улице, где вы живете? Это Южная, Можайского. Вот напротив, это торговый центр Можайский, только на другой стороне дороги. Там никогда не чистят. То есть у вас вопрос, кто должен чистить, да? Это каждый год, так понимаю. Ну да, вопрос такой, да. Люди падают, ошибаются, ноги ломают. Ну что ж такое-то, в конце концерта никому дела нет. То есть это тот тротуар, по которому люди ходят от торгового, от нашего центра Мир досугого, да? Да, 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 да. И вдоль длинного дома, забыл номер какой-то. Ну понятно, ага. Спасибо большое за звонок. Ну, господа, кто может ответить? Да, я могу. Это наша зона ответственности. Ну, что совсем не чистится, я не вполне соглашусь, конечно. То, что там есть наледь, и периодически, когда после оттепели мороз, там образуется скользкость. Мы стараемся обрабатывать эти участки песко-соляной смесью. Может быть, не всегда получается своевременно это сделать. То есть проходит определенное количество времени до появления песка, с начала появления гололёда до появления песка на тротуаре. Но по этому тротуару постоянно идут обращения граждан, и мы туда постоянно направляем технику. То есть это, ну, я не соглашусь, что это, допустим, такая улица с широким тротуаром, заброшенная. Даже мы практиковали запуск больших КДМ-ок, то есть это коммунальная дорожная машина, о которых я говорил, которые обрабатывали именно этот тротуар, вот о котором идёт речь сейчас, противогололёдным материалом. Что ж, будем реагировать, потому что я ещё раз направлю специалистов для выездной проверки, которые определят, что можно сейчас сделать для того, чтобы было жалоб меньше по этому тротуару. Бывают жалобы по тротуарам, которые я вот ожидал такого вопроса, которые находятся непосредственно рядом с домами. То есть где на доме скат крыши, зачастую оттуда происходит либо принудительный, либо самопроизвольный исход снега, сосульки падают, и тогда тротуар загрязняется. Не всегда получается вывести оперативно это, потому что вывоз, вот вы задавали вопрос по вывозу. Мы тоже имеем ограниченный ресурс, то есть мубжек одна бригада и... Ну не хватает, вот, сбросите какие-то людей. Да, 3-4, то есть своевременно мы не всегда можем убрать снег, именно не тот, который упал там с неба, а именно сход снега с крыши, сосулек, да и, в общем-то, это обязанность убирать за, ну, такие... Территории. Да, такие территории, это не территория, именно то, что упало с крыши, это обязанность владельца или управляющей компании, или владельца здания, или управляющей компании. У нас сейчас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу сказать, вот обычный такой же пример, как только сейчас у вас была передача. Здесь, значит, артиллерийский переулок, дом 22. Машины уже все зарыты, даже некуда поставить машину. И дворника там нет, почти постоянно. Деньги с нас они берут, а дворника вообще нету. Вот как нам быть в этом случае? Спасибо большое за звонок. А может быть, прокуратура что-нибудь скажет, слово наше? Я так понял, здесь вопрос уже к обслуживающей или управляющей компании. Я не знаю, какой способ управления дома. Что вот по совету конкретно женщине, которая позвонила и другим нашим телезрителям? Ну, здесь советовать, в принципе, особо нечего. Мы уже записали адрес артиллерийский 22, поэтому органы прокуратуры туда выйдут и посмотрят. Управляющая компания получит, так сказать, по заслугам, будет возбуждено дело об административном правонарушении. Ну и прокуратура посмотрит, как действительно собираются ли за это денежные средства. В случае, если уборка не производилась, представление мы обяжем пересчитать гражданам ту сумму, которую им начислят. Что в дальнейшем делать? Если управляющая компания совсем бездействует, вообще ничего не делает из года в год, конечно, у собственников всегда есть право избрать другую. Надо сказать, насколько, конечно, это изменит ситуацию или нет, другой вопрос. Но как бы освобождать от обязанности и ответственности управляющей компании, то есть не надо молчаливо или где-то там с соседями посетовали по поводу того, что происходит и пошли по домам. То есть управляющая компания видит прекрасно, что никто не жалуется, ну и зачем тратить свои лишние средства, там дворника присылать и так далее. Поэтому всегда нужно напоминать управляющую компанию о том, что она должна исполнять свои обязанности, как собственники исполняют обязанности по оплате коммунальных услуг. А вот Вы сказали, пересчитают деньги. А вот на Вашей памяти, в Вашей практике были прецеденты, когда действительно людям возврат... Не просто управляющая компания, исполняющаяся людей в погонах, уберет все, а потом еще и людям деньги вернет. Были такие случаи? Ну, деньги она не возвращает. Ну, или пересчитывали как-то. Пересчет, да. У нас уже распространена практика так по коммунальным услугам, то есть когда идет отключение воды, тепла и так далее. А вот в этом году мы уже ориентируем своих прокуроров, чтобы ставили и этот вопрос и по уборке, и по обслуживанию и так далее. То есть жители как бы не должны страдать своей копейкой за невыполненную работу. Ну, я могу предвидеть, что управляющая компания скажет, что, как в той песне, Вас так много, а я одна. В данном случае домов и жителей. И у меня так сразу мысль такая, ну, почему-то не нанять, может быть, кого-то дополнительно, раз у них в штате нет дворников. Вот, Григорий, скажите, к Вам часто обращаются управляющие компании? Григорий, помогите выделить людей, почистите двор такой-то. Да, часто обращаются к нам за просьбами, ну, звонки идут, но зачастую либо не договариваемся по финансовой составляющей, потому что все хотят, как говорится, за шапку сухарей, как говорится, это сделать. Но есть финансовая составляющая, от которой мы отталкиваемся, потому что, например, высотная работа, это каждый сотрудник должен получить высотный доступ на работу, это 3000 рублей стоит обучение одного сотрудника. Вот, в штате, да, там, если там 15-20 человек, то уже, ну, можно определить, какая сумма. Понятно, что это на три года человеку дается, но не факт, что этот человек останется с нами на эти три года, потому что, ну, люди меняют, уезжают, там, еще что-то. Вот, но когда договариваемся, в основном это уже, ну, есть договоренности, да, с укашками, они заранее, там, резервируют нас с самого начала сезона, они узнают нашу цену, мы им даем, и, то есть, неважно, будет. Лед, там, будет снег, еще что-то. Мы приезжаем, смотрим, то есть, есть фиксированные выезды, и мы чистим максимально. Сейчас, в данный момент мы наблюдаем больше картину такую. У нас в доме потекло крышу уже, пожалуйста, сделайте. Прямо сегодня, здесь и сейчас. Я вас, Григорий, перебью, вы обязательно продолжите, это очень интересно. Мы просто прямо сейчас должны принять еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Олег. Здравствуйте. Ну, слушаю, да, прокуратура, конечно, очень хорошо отвечает, спасибо огромное. А вот мужчина, который говорит, что техники хватает, а потом говорит, что местами не хватает, какая-то, знаете, обидно. Вот везде идет какая-то, какое-то броньер, что ли. Вот я, например, в Смоленске живу, я сейчас был в Севере, сейчас в Конаково приехал. То же самое, нигде не чистится вообще ничего. Если в Москву заезжаешь, конечно, там плотность населения большая, но это все равно должна техника выделяться. Мы готовы платить, как налогоплательщики и поддерживать. А здесь вот просто у меня два ребенка, которые в Толяске ездили два года назад. Просто ужасно не проехать нигде. Я чистый. Вы не представляете, как мамам тяжело, как пожилым людям тяжело. Это все-таки нужно контролировать в прокуратуре, наверное, сильнее эту структуру. Помогите, пожалуйста, нашему населению, где мы везде потеряем, и коронавирус этот нас бьет, и дороги плохие. Все друг на друга валим. Хотелось бы, чтобы в этой области, конечно, порядок навела прокуратура. А вы вот какую конкретно можете назвать улицу, где вот по-вашему очень плохо как раз с расчисткой? Ну, у меня машина вездеходка, и я смотрю, вот просто, ну, везде могу проехать. Но чистится плохо. Вижу, мам, понимаете, я не местный, ну, не Тверской. Поэтому я четко не могу по навигатору еду там, точно не могу сказать улицу. Но в целом город плохо почищен. Особенно, как вот мужчина перед этим сказал, как женщина. Надо все-таки верить больше людям. Потому что компания, любая компания сама себя не высекет, я вам скажу. И она будет защищаться и будет оправдываться. Поэтому я выслушал, честное слово, неприятно, когда говорят сначала, хватает. Вы сказали про 20 машин, да? Все хорошо, хватает. Тут же вот эта компания, которая занимается чистками, она говорит, ну, местами не хватает, как бы, ну, нету доверия этому мужчине. Спасибо, звонок. Ну, Павел Кондратьев не в этой прям компании работает, это гор-администрация. Но все равно спасибо вам большое за звонок, за ваше мнение. Горя говорит, так верно, я понимаю, что сейчас, вот, вы сказали, заключают договоры еще перед началом осенне-зимнего сезона. Но весьма распространена практика, когда звонят прямо сейчас, спасите, помогите, почистите. Да, ну, то есть есть абоненты уже, ну, непосредственно мы их называем, да, это наши клиенты, которые, ну, заключили с начала сезона с нами договор, то есть есть определенная сумма, да, которую мы выставили, и все. Мы по этой сумме уже ни влево, ни вправо, то есть этот зимний сезон, они закреплены именно на эту финансовую сумму. Но когда, извините, там, нам приходится срывать работников в срочном порядке, куда-то там перевозить на какие-то объекты, смотреть, да, там, заказывать технику, потому что, ну, мы, например, крышу почистили, вниз все скинули, надо также и вывести, а вывоз уже, естественно, это надо нанять, значит, технику, у нас своей, ну, техники нет, у нас только, как говорится, ребята-альпинисты есть, вот, остальное, ну, все наемное. Поэтому, ну, приходится в скором порядке это все решать. День-два, подготовка идет, и уже, ну, выезжаем на объект и все делаем. Делается, естественно, ну, там, если брать пятиэтажный дом, ну, это 2-3 часа, и объект готов. Ну, то есть по времени это не так много. Просто вопрос в том, готовы ли люди платить, и все остальное. Ну, только вот в этом, наверное, формате. А как часто в итоге вот вам звонят сейчас, в феврале, в январе, допустим? Ну, по вашим оценкам, в скольки процентных случаев удается договориться, в скольки вам говорят, ой, дорого не будем? Наверное, из 20 звонков, там, штук 5, получается, ну, обрабатываем. Договариваемся. Договариваемся, да, и выезжаем на объект. То есть это вот так вот. А так, в основном, идут прозвоны, узнают сумму подешевле. С чем сейчас столкнулись? Ну, я лично их называю пионерами. Они, конечно, молодцы, ребята, что... Извините, Григорий, я вас снова вынужден привраться. Обязательно продолжите. У нас просто молодцы ребята, наши телезрители. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы хотел бы добавить, молодой человек сейчас звонил, Олег. То есть он не местный. Район Чайка не убирается вообще. А какой именно улица, или прям весь микрорайон Чайка? Прям проспект Победы. Вот от Терешковой и туда до Кольца, и дальше даже до Мэтра. То есть еще один хороший снегопад, и там, я так полагаю, что надо будет включать реверсное движение. Извините, я хочу уточнить, вы имеете в виду, не убирается совсем что, проезжая часть, или вот те самые тротуары, или то и другое? Проезжая часть. Тротуары еще более или менее как-то вот там шоркают. А проезжая нет. И максимум, вот я живу на районе, я максимум, что видел, ну, пройдет одна машина, польет какой-то жижей, и все. А все это не счищается? Нет. Ну, даже вот, ну, на данный момент, то есть там такие сугробы, что даже со двора выехать невозможно. Просто машин не видно. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Григорий, так значит, и, то есть, не удается договариваться? Ну, не договариваемся только из-за того, что, ну, есть момент, ну, я уже сказал, есть юноши, пионеры, которые вполне, ну, также разместили свои объявления, да, там, в социальных сетях, там, Авито, да, там, еще что-то, Яндекс, вот. Вот, и, ну, они держат цену, то есть, они, на самом деле, школьники, там, 17-18 лет, там, студенты, хотят подрабатывать. Тимуровцы. Да, тимуровцы, но... Ну, не бесплатные, как у Гайдара. У них нет, там, высотных допусков и все остальное. То есть, они потратили на что? Максимум на топор и лопаты. Все, ну, и ленту там, дай бог, если они ленту эту повяжут. Вот. То есть, не страхуются, залезая на крышку? Да, они приезжают, вот, ну, зачастую мы сталкиваемся, делают цену, например, ниже, и управляющая компания выбирает таких. Ну, то есть, экономят свой бюджет, потому что у них тоже есть какой-то, наверное, бюджет, на который они ссылаются, пытаются сэкономить, наверное, выбирают таких ребят. Такие ребята, ну, в основном происходит как? Они приезжают, либо проломают крышу, либо, когда, ну, там, не посмотрели, например, вниз, есть вывеск, вывеску сбивают, ну, то есть, ломают вывески, все остальное. Потом нам звонят, это же управляющая компания, и говорят, приедьте, переделайте, там, доделайте, потому что, ну, тут вообще караул кричат. Ну, то есть, желательно бы, конечно, чтобы проверяли всю документацию перед тем, как мы, например, заключаем договора, то есть, выезжаем, заключаем договора, предоставляем всю документацию, то, что есть высотная работа. Вот, а также мы приводим, в пример, организации, с которыми уже заключены договора, то есть, даем номера телефонов, и они могут прозвонить спокойно и узнать у этих фирм, с которыми мы уже работаем. То есть, ну, я считаю, что надо, ну, обращаться более к опытным людям, чем, вот, ну, понятно, Тимуровцу это хорошо, но, к сожалению, потом может последствия быть. Снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Да, именно так. У нас сегодня телефонный звонок, слушаем вас, здравствуйте. 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 Меня зовут Лидия, вот, как раз, тема уборки, вы знаете, я, хотя, говорю, не буду больше звонить никуда, ничего не буду, не буду, но саму беспокоят. Такие вопросы, например, вот, в пятницу я звонила за Волжский РВД, вернее, в ГАИ вначале звонила, потому что касалось дело парковок по артиллерийскому переулку, дом 8, вообще-то дом 3, торговый центр, вот этот дом 3. Я по нему звонила, ну, одна парковочная площадка очищена, очень была, ну, как, чистили, три раза видела чистили, второй вообще не чистили, машины не умещаются, народу приезжает много машины. Здесь был вообще беспредел, вот, в пятницу. Я не выдержала, позвонила в ГАИ, они меня переадресовали в Заволжский РВД. Им спасибо, сегодня приехали, очистили площадку. Оно бы мне, вроде бы, и не надо, но я не могу видеть, как люди мучаются. Теперь вдоль дома артиллерийский 8, вот, как, пешеходный наш тротуар, вдоль фасада, во дворе управляющая компания, видимо, чистит, вот эта застава у нас, а вот по фасаду я им звоню. Всегда трактор маленький проезжал, чистил, ну, всегда. Мы радовались, говорим, ну, порядок. И вот прекратили, вот эти снегопады, или куда делся этот тракторок, или народу не хватает, или чего. И вот эти фасады, что первый дом от Горького, я не знаю, какой номер дома идет по артиллерийскому первый, а мы второй дом как раз по артиллерийскому, ну, как бы к новой лаборатории. Тротуары вообще не чищены. Позвонила в домоуправление заставу, они говорят, это не наша территория. Ну, вы понимаете, ну, звоню за волжскую администрацию, трубку не берут. Ну, ходить, бегать, я с палочкой хожу, инвалид третьей группы. Но я, меня вот это, люди еле ходят. Вот я стою около окна с колясочками, еле идут, но неужели нельзя почистить? Вот шашульки сбили, вы знали, даже не представляете, какие шашульки были на доме. Сбили, вот они валяются под ногами, люди ходят по этим шашулькам. Спасибо вам большое за звонок. Что можно сказать вот этой женщине, которая артиллерийский переулок, которая управляющая компанией застава, кто должен вот убрать вот этот тротуар, который, я так понимаю, вдоль красной линии дома проходит? На тротуар, на этот, мы направим технику соответствующую, посмотрим, что там можно сделать, потому что, если это большой объем, то и вывоз потребуется. Если это просто прочистка трактором, то трактор это все обработает. Так, конечно, как я уже говорил, если это снег упавший, сосульки упавшие с крыши, в общем-то, да, то есть управляющая компания должна заключать договор не только на очистку крыш, но и на вывоз снежных масс или сосулек, которые оказались на тротуаре. А вот, а может, указ скажет, а это уже не наша территория, мы только во дворе работаем или нет? Разумеется, на это и расчет, то, что приедет муниципальное предприятие, техника муниципального предприятия, все уберут и будет тротуар вновь чистый, территория не наша. Ну, к сожалению, вот... Они должны, управляющая компания. То, что на тротуаре упало с крыши, они должны убрать из собой. Мы должны просто сейчас принять еще один звонок. Слушаю вас, здрасте. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Валерий. Очень важная тема, которую вы сегодня подняли. И очень здорово, если будет после этого какие-то движения наших городских властей. И у меня один конкретный вопрос. Конечно, тротуары это очень важно, но то, что мосты наши находятся в таком состоянии, там многотонные такие отвалы на наших бедных мостах, и плюс сужение дороги. Это очень сложно и ведет к автомобильным авариям. Кто должен отвечать за мостовое хозяйство, и быстро их уберут. А конкретные мосты можете привести в пример? Да любое, хоть старый, хоть новый мост, посмотрите, восточный. Езжу каждый день на машине и вижу, что ничего не меняется уже месяц, если не больше. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое за звонок от мосты. Мосты вывозим в первую очередь. А вот человек говорит, что не в первую. Ну, дело в том, что, допустим, восточный мост вывозили за эту зиму не менее двух раз. Наверное, это мало. Может быть, это мало. Но каждый день мы не можем этот мост вывозить. Ну, и каждый день-то, наверное, и не требуется, на самом деле. Потому что вот в следующий раз мы направим технику на восточный мост. То есть я взял на заметку, специалисты поедут и посмотрят объем работы, на сколько это дней. Потому что объем снега, находящийся на краю проезжей части, бывает, превышает мощность предприятия, мощность подрядчиков, которые занимаются вывозом с этого моста. Новый мост и старый мост, так как наиболее востребованы, и у них не широкая проезжая часть, вывозится еще чаще. Так же и путепроводы через линию Октябрьской железной дороги в створе Бурашского шоссе, в створе Октябрьского проспекта, Воколамского проспекта также вывозятся. Но я уже взял на заметку, и восточному мосту мы уделим наибольшее внимание, потому что идут жалобы. Я сам по этому мосту езжу не каждый день. Три дня назад я ехал по правой полосе при трехрядном движении. Обильных снежных масс, таких огромных валов, многотонных, там не было. Я потому что ехал по этой полосе и видел все сам. Но мы еще раз проедем и проверим, насколько там заужена проезжая часть. При зауженности мы, конечно, выведем. А мы еще раз примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. По поводу Пролетарского района. Вот первый Мигаловский проезд, который ведет к новому скверу на Мигаловской набережной, он чистится. Остальные несколько проездов в сторону Мигалова, то есть возле детского сада номер 93, и там еще несколько, они как бы безымянные улицы, кому они принадлежат, кто их должен чистить. Там колея просто невозможная. Не пройти, не проехать. Потом еще одна улица вдоль школы номер 4. То есть все вот эти дома по проспекту Николая Корыткова, 16, 18, вдоль подъездов чистят. А как бы вот с торцов этих домов и вдоль забора школы номер 4 ничего не чистить. Тоже огромное колея, туда привозят детей, там тоже не проехать. Спасибо. Спасибо. Звонок. Вот кто там должен убирать. Ну, насколько я помню, речь идет о проездах, которые находятся все-таки на территории, относящейся к обслуживанию многоквартирных домов. То есть торцов – это, в общем-то, тоже ответственность управляющей компанией, потому что это их территория, их земля на текущий момент. Претензии, конечно, в адрес администрации города, потому что все-таки социальный объект и много очень народа приезжает с полурайона, привозит детей. Поэтому мы окажем помощь, посмотрим, что можно сделать с этим, как выйти из ситуации, чтобы к средней школе номер 4 проезд был расчищен. Надеемся, да. Ну, вообще, вот, добавок, да. Раз хотел бы вам дать слово. Сложно сказать, придомовая территория или нет. У нас же еще есть так называемые межквартальные проезды, которые чистятся, в том числе силами администрации. Поэтому я не знаю тот район, но думаю, что в их в любом случае надо посмотреть, чья это территория. То есть иногда люди думают, что это придомовая, а она межквартальная или наоборот. Но прокуратура может как-то помочь? Ну, естественно, мы всегда стараемся чем-то и как-то помочь. В этом случае мы также устанавливаем информацию, получаем, чья это территория. Если под домом земля сформирована, то это все сведения есть в Росреестре. То есть при проверках мы все это устанавливаем. А с точки зрения, если вот сейчас очень много звонков и по дорогам, по тротуарам, по достаточности техники. В принципе, законодательство не определяет, сколько должны быть техники. У нас главный постулат... Считать можно или как? Это не вопрос законодательства, не вопрос прокуратуры. Это вопрос хозяйствующего субъекта, его учредителя, то есть администрация в данном случае. В нашем случае главное, чтобы исполнялись требования ГОСТа, это по времени уборки снега, либо наледи, ликвидации наледи из дорог. То есть у нас время определяется с момента окончания снегопада и зависит от категорийности дорог. Вот у нас в городе в основном это 3-4 где-то есть категория, то, соответственно, наледь убирается в течение 5-6 часов, снег рыхлый в течение 6 часов. По тротуарам там время немножко больше и зависит от, так сказать, количества объемов используемого его пешеходов. Сколько пешеходов? Ну понятно, пешеходный трафик. Да, но самое максимальное время это все равно 24 часа, это самые, так мало сказать, используемые пешеходы. Спасибо, у нас еще один звонок, слушаем вас. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. У меня вопросик, наверное, к прокуратуре. Дело в том, что по улице Кольцевой-82, оно же является ТСЖ, Кольцевая-82, по факту снег не чистится. Один раз вызывали трактор абсолютно не в то время, когда выпал снег. В результате жителям ничто не осталось, как создать собственный чат и выходить с лопатами. ТСЖ никак на это не реагирует, говорит, что денег нет. При всем при этом с квитанцией по 400 рублей содержания дома, там и 300 с чем-то текущий ремонт, то есть деньги порядка миллиона рублей в год собираются. И еще хотел сказать, что рядом стоит дом Кольцевая-80, там поликлиника. Буквально летом у нас были выборы, и гражданин Лебедев приезжал, было у нас красивое такое мероприятие на камеры, как ровно две заплатки были сделаны. На сегодняшний момент невозможно проехать даже на УАЗике. Там поликлиника действующие, безумные очереди каждое утро, и дети пожилые, то есть без, наверное, как-то городских властей тут не обойтись. То есть СЖ и не может, и не хочет что-либо делать. И второй вопросик быстренько. Красненский мост, часто хожу и летом, и зимой. Страна дальше от города, который ближе к ТЭЦ. Тротуар летом его там просто нету. На велосипеде невозможно проехать зимой, еще хуже. То есть там даже на ту сторону люди даже не ходят, ходят по другой стороне, ближе к центру города. У меня всегда спасибо. Спасибо большое. Это, наверное, не вопрос, это сфера, на которую необходимо обратить внимание. Вопрос это то, что требует ответа. Но вообще, и вот Олег говорил, что прокуратура, помогите. В первую очередь хотелось бы сказать, что уборка снега, наледи, неважно, если со стороны МУПДЭС, мы сейчас говорим, да, ЖЭК, то есть... Ну да. Господи, правило. Ну мы поняли, да. Неважно. Там же заключен у нас муниципальный контракт. Соответственно, по муниципальному контракту предприятие получает деньги за выполненные работы. В первую очередь, кто должен следить за деятельностью предприятия, это сама администрация или, наверное, департамент благоустройства. Да, потому что заключали договор, то есть надо следить, как исполняется контракт. Вторая сфера контроля или надзора переходит уже к органам ГИБДД, которые должны надзирать как раз за безопасность дорожного движения, за свою временность очистки и так далее. А мы, по сути, должны надзирать как раз только за органами ГИБДД. Но в итоге вот сложилась ситуация, да, вот когда люди уже говорят, ну, прокуратуре помогите. То есть это наш как бы не прямой надзор, но нам приходится вмешиваться, потому что ситуация, в принципе, ну, сложная достаточно. В этом году она, что говорить, она сложная. Вот, и вот у меня есть предварительные данные, но это по области. Это только за две недели проведенных проверок. У нас 37 представлений внесены, 18 дел возбуждено на административных правонарушениях по статье 12.34. Это только в отношении обслуживающих Дорожный фонд администрации. Причем проверки сейчас еще продолжаются, вот информация поступает от прокуроров практически ежедневно, и в каждой у нас есть акт реагирования, то есть или административная ответственность, либо еще какая-то. Ну, это о чем говорит то, что, наверное, у нас, я не буду сейчас говорить про администрацию города в целом, говорю, за всю область в большинстве своем все-таки не были готовы к этой зиме, ни обслуживающей организации, ни органы местного управления, вот. И, конечно, вот гражданам, которые всем этим пользуются дорогами, тротуарами, да, мы можем объясняться, что у нас нет машин, у нас заболели люди ковидом, а если прийти сейчас в травмпункты, которые переполнены, да, там люди скажут, ну, а я-то тут причем, вот теперь у меня сломана нога, у меня три недели не будет на работу, я недополучу деньги. Там кто-то еще, четвертый, пятый, слава богу, у нас, по-моему, в этом году, я не видел сообщений, чтобы кого-то сосульку попало, да. В других регионах я слышал, извините, я вас перебью, у нас еще один телефон, ну, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу практически крыш. Мы живем в пролетарском районе, микрорайон Кировский. И? Дома Буденова, 4, 6 дом. Вот я могу назвать много домов. Вы знаете, вчера все жильцы даже сами носили воду. С чердаков нам недавно меняли железо на крыше. Сейчас работники нашего ЖЭО, который находится на Ржевской Сень, присылают нам работников, но они не русские, конечно, не понимают русского языка. Они нам в результате, срывая снег, пробили опять новое железо, крыша в результате течет прямо в квартиры. Можете верить или нет, мы вчера с чердака сняли порядка 30 литров воды. Спасибо вам большое за звонок. Вот то, о чем говорил Григорий, нанимает абы кого? Уже, судя по всему, иммигрантов, которые даже языка не разумеют. В итоге повредили то, о чем вы говорили, новую крышу, что обидно, самое главное. Да, кровля. Денег стоит тоже. Да, да. К сожалению, сталкиваются с чем я и говорил. То, что пытаются подешевле, получается подороже. Поэтому лучше, конечно, изначально это проработать. Мы не знаем, какая будет зима, правильно? Но изначально можно же обратиться в фирмы, найти, подготовить, запросить расчеты, составить договор, и уже непосредственно эта фирма будет вас обслуживать. То есть вашу крышу и все остальное. Но это должны принять управляющие компании. А управляющая компания зачастую просто на авось, к сожалению. Ну, так когда мужчина звонил, говорил, деньги-то есть, деньги из них берут, самое главное. Ну, как говоришь, денег нет, да есть. В том-то и дело. Я вот, например, на своем личном примере, мы живем в частном секторе, мы выходим сами все чистить. То есть частный, понятно. Да. Центр города, но тем не менее, живем в частных домах, выходим сами все чистим, вычищаем. Грейдер у нас проходит, да, вот, раз в неделю, ну, проходит, слава богу. Вот. Ну, чистим, остальное все сами. Скажите, Григорий, ну, вовсе этот город у нас небольшой. Я думаю, вы все приблизительно коллег знаете. Вот по вашим данным, может быть, ну, по вашим, что называется, прикидкам, сколько вот таких фирм, типа вашей, которые занимаются в частном порядке, вот, уборкой снега с дворов, с крыш, сосульки сбивают? Одна, две, может, ваши единственные. Я думаю, где-то от 10 до 30 компаний, которые, ну, на самом деле, есть в городе, которые занимаются вот этим. Просто зачастую компания есть, но она работает, например, на Московской области. Ну, мы также, вот, у нас есть контракт, например, с магазинами, да, это Клин, Дмитров, ну, у нас бригада туда выезжает, потому что там найти не могут, ну, персонал там, потому что работают, наверное, на Москву. Вот, и, ну, ездим отсюда вот туда. Вот, я думаю, что у других компаний, и область у нас очень большая, зачастую в Балагое выезжаем, ну, то есть, звонки-то разные, и в Медное, ну, то есть, и Калининский район обслуживаем. Вот, тут работы хватает, как говорится, всем хватит. Вот, ну, просто зачастую кто-то, я говорю еще раз, если принял решение, вот, даже если юноши молодые приняли все-таки решение, ну, все-таки надо тогда организовываться правильно, и к этому надо подход правильно. Ну, чтобы как на улице Буденного не было. Да, и будет тогда у всех результат, и будет сплоченность, и все будет хорошо у нас, как говорится. Вот, как-то так. Что ж, нам осталось буквально две с небольшим минуты. Вот, все-таки интересно, товарищи администрации, прокуратуры, ну, что посоветовать жителям, которые, может быть, не звонились, увидеть нашу программу в записи потом, что делать, когда вот такая ситуация у управляющей компании, если, ну, ничего не делает, к примеру. И что, кстати, можно сделать, если вот крышу-то повредили? Да, кстати, по этому вопросу это нельзя оставлять без внимания. Во-первых, ну, граждане, я сразу могу сказать, пусть обращаются. Куда? У нас в органах местного управления этажей у нас, во-первых, нарушение статьи 32 закона Тверской области административного правонарушения. Это по уборке придомовой территории, нарушение правил благоустройства. Вот, в органы ГЖИ, госжилой инспекции, можно обращаться и прокуратуры. Управляющая компания может быть привлечена за нарушение лицензионных требований, там очень серьезные штрафы. Вот. Ну и, соответственно, в органы прокуратуры. То есть, надирающих, контролирующих органов достаточно. То есть, вот этой женщине, если она не поленится к вам обратиться, тоже ей обязательно прийти или можно позвонить? Мы сейчас принимаем обращение, только не по звонку, к сожалению. Пока федеральный закон не предусматривает такой способ обращения. Это через портал госуслуг. По интернету можно отправить по интернету на портал прокуратуры, то есть, обычно зайдя со своей электронной почты. В крайнем случае, это либо прийти к нам, можно, ну сейчас такая ситуация, что лучше не ходить лишний раз, да. Либо просто отправить по почте письмо. Вот. И, соответственно, да, мы можем и мерами там заставить, допустим, починить эту крышу управляющую, но человека залили, я так понимаю. Да, ущерб. Это не надо, конечно, спускать с рук и обращаться в суд. Здесь в судебном порядке взыскивать не только причиненный ущерб, но и моральный вред, и другие потери, которые связаны с ремонтными работами. Ну что ж, наш фир подошел к концу. Дорогие телезрители, вы все слышали. То есть, если вы удовлетворены качеством уборки дворов, тротуаров, во-первых, вот и городадминистрации готовы вас выслушать и записать, если вам что-то повредили, опять-таки, ну или вы видите, что управляющая компания откровенно не хочет ничего делать, опять-таки, есть прокуратура ГЖИ, как вы слышали. Ну а наперед тем самым управляющей компанией хочет посоветовать, действительно, обращаться вот к профессионалам, есть у нас организации. Причем, как вы слышали, наверное, лучше это сделать заранее, перед началом осенне-зимнего сезона, чтобы они не ушли на дальний кордон, как в одном фильме, а остались в родном регионе, в родном городе, и чистили вам снег, убирали, потому что иначе, вот как вы слышали, будет как на улице Буденова, что самое обидное. Свежую кровлю только уложили, а вот уже ее и повредили. Поэтому делать надо все на опережение. Спасибо большое, уважаемые гости. Ну а вам, телезрителям, я желаю поскорее, чтобы пришла весна, но не очень бурная, а то наш город превратится опять в Венецию. Спасибо большое, до новых встреч.